всем привет меня зовут ярослава и сегодня у меня на повестке дня перевалка и таких вот стартер чиков пеларгошек тоже подросшие укоренившиеся череночки уже сформировалась хорошая такая корневая система вот вы видите они уже оплели корнями свои стаканчики небольшие вот и пора их уже переваливать во что-то более серьезное я для этого взяла такие девяточки горшочки и подготовила грунт и вот сейчас вместе с вами хочу перевалить их значит прежде чем начать перевалку пеларгошек сделаю маленькое такое объявление для всех кто у меня сейчас смотрит я решила завести еще один канал это будет канал не о цветах дело в том что он год и два назад я похудела на 8 килограмм и худела я с помощью диеты дюкана это белковая диета она настолько замечательная вот мне она очень понравилась и я решила что те рецепты которые я использовала для приготовления диетических блюд белковых блюд белково-овощных то есть кто в теме тот знает конечно как это вся диета работает кто не в теме то я буду рассказывать и делиться своим опытом вот но мне захотелось именно выкладывать видео рецепты из тех блюд которые я готовила то есть проверенные рецепты которые я смело могу рекомендовать и другим потому что сейчас просто посмотрела что у меня из моих сброшенных 8 килограмм вот вернулись три килограмма за два года это конечно нет хорошо мне это не нравится я решила сейчас работать над собой и снова взяться за эту замечательную белковую диету конечно часто на ней сидеть нельзя придерживаться ее нужно строго вот на тот период когда вы худеете и затем уже просто соблюдать правильные принципы питания и вот такой канал вкусной и здоровой пищи я хотела бы открыть приглашаю вас подписываться на него если вам интересна эта тема мальчишки девчонки неважно это будет полезно всем потому что очень много людей которые следят за своим весом и не бы хотелось чтобы вы делали это правильно они просто голодали если вам захотелось похудеть и так ссылочку на канал я оставляю подписывайтесь скоро будут видео буквально через два-три дня я уже буду загружать первые видео вот здесь вам это будет интересно и возможно кто-то воспользуется моими советами и так теперь возвращаемся к нашим цветам сегодня у нас перевал капилор горшек поехали значит расскажу и чего я составляла грунт сегодня я взяла такие компоненты одна часть универсального грунта одна часть торфяного субстрата у меня в данном случае я универсальный грунт я брала полезский полезский универсальный грунт торфяной субстрат у меня классно и и еще одну часть я добавила такой очень питательной компостной земли я нашла ее у нас за городом есть большая ферма там держит свинок и овечек вот и они весь навоз выбрасывают за этой фермой на такую кучу такую большую вот и я все никак не решалась набрать из пдт вот прям под этой кучей как бы навозной есть уже такие перепревшие участки то есть там все не мокрые и не вонючие все она там просто такое сухое перепревшие и очень пушистые и хорошие эта земля очень питательная и жирная по составу то есть но ее нужно добавлять какую-то часть небольшую то есть полностью в такую землю конечно садить цветы нельзя но пеларгошки очень любят такую питательную питательную земли смесь поэтому я решила поэкспериментировать и попробовать вот и давным-давно собиралась уже пойти там на разведку и накопать немножко такой компостной земли вот и даже уговорил брата он не помог это все дело проделать вот и я такая довольна была с таким вдохновением как бы хотела это все пересадить но так получилось что у меня мама положили на операцию и вся эта процедура у меня отложилась я буду потихонечку пересаживать и параллельно рассказывать что да как так значит как мы это все делаем я уже показывал эту технологию просто вот ту тару в которой у вас растет растение да вы вкладываете в этот горшок который будет пересаживать и по периметру засыпаете вот эти все пустоты грунтом таким образом получится внутри отверстие куда мы и будем вкладывать наши череночки то что нужно пересадить там вот на чем я становилась до по составу грунта да и так это я комфортной такой питательной земли рассказала немножко вот теперь что еще вермикулит я еще добавила вермикулит почему вермикулит обычно добавляют в качестве разрыхлителя перлит но перлит он не удерживает влагу а так как пеларгонии летом очень сильно пересыхают просто нереально на фитилик не поставишь потому что загнивают они не любят переувлажнения поэтому я выбрала вермикулит в качестве разрыхлителя и в качестве такого материала который удерживается влагу то есть я надеюсь что с ним таких больших проблем засушивание не будет как бы лето никуда не денешься от этой жары хочется немножко облегчить растениям участь посмотрим насколько мне это удастся ну и вот таким образом получается мы уплотняем землю вокруг стаканчика вот достаем аккуратно нашу пеларгожку и у нас там получилось такая вот горшочек с землей по периметру и с углублением по центру мы аккуратненько достаем все это из стаканчика и просто так вот опускаем горшок все сейчас я разровняю немножко грунт и таким образом наши пеларгожка переселилась в другую тару очень просто и удобно растение уже будет лучше себя чувствовать пышнее расти быстрее осваивать корнями новый горшочек и такую процедуру мы проделываем с остальными пеларгожками так вот на очереди у меня такой маленький стеллар тоже вкладываю в центр горшка стаканчик и по периметру засыпаю всю эту землю могу сказать что мне очень понравилось как этот грунт в результате получился этот замес из торфа компоста универсальной земли покупной да и домикулита вот такой он пушистый не очень тяжелый но и чувствуется что такой основательный не чистый торф для фиалок так немножко притаптываем по ходу дела еще с одной стороны засыпаю вот и все и можно наставать стаканчик растаем стаканчик аккуратно так чтобы это не развалилась да теперь достаем саму растение и вкладываем все готово второй подопытный переселился так что у нас на очереди смотрите видите это у меня при пересылке просто немножко поломались листики тут немножко тоже обсох листик при пересылке они конечно не все приходят ровненькими и красивыми и не потому что их плохо упаковали а просто пилорогожки они очень такие нежные у них листики ломкие и если их несколько дней в посылке подержать то они не только ломаются они еще и заминаются средние вообще листики вот в серединке они белеют некоторых сортов если там несколько дней без света находится поэтому конечно это такие минимальные жертвы на которые мы идем когда хотим заполучить сорта которым давно мечтаем все равно это все быстро отрастает и потом уже эти листики аккуратненько удаляются и этого всего даже и не видно будет вообще пилорогожки очень такие благодарные растения очень быстро отзываются на подкормки на пересадки на своевременный полив сразу оживают как-то пушненько растут выпускают новые листики вот ну не знаю конечно такие более быстрые в развитии чем фиалки для меня просто это немного новые цветы я всего год ими увлекаюсь поэтому каждый раз как-то они меня удивляют в своем развитие в своем развитии фиалки уже дело привычное вот апеллорогожки конечно отличаются по уходу тут у меня немножко отвалило земли видите я сюда на дно досыплю своей земли смесью вот так вот немножко и точно так чтобы складываю прямо в эту луночку череночек если вдруг там немножко он утонул бы в этом грунте то можно досыпать сверху тоже смотрите как у вас получается вот совсем другой компот да вот растение будет себя чувствовать намного лучше и сразу начнет расти активненько так уже готово и у меня остался последний мой череночек ну такой видите он же большой такой пышный ему же хочется расти а стаканчик малюсенький расти больше некуда корней вон сколько наросло вот поэтому мы конечно ему в этом поможем стаканчик там маленький поэтому я сразу на дно немножко насыплю грунта а теперь вкладываем стаканчик и так же как и с другими по периметру засыпаем наши земли смесью не у всех есть возможность вообще набрать где-то этой компостной или перегнойной говорят еще земли это не беда ничего страшного в этом нет обычная универсальная земля с торфом прекрасно тоже подойдут каждый конечно по разному составляет свою такую самую удачную земли смесь кто еще может к окошку добавляет кто-то берли там пользуется кто-то мух сфагну добавляет то есть но это уже абсолютно зависит от индивидуальных предпочтений цветоводстве как-то я не знаю я на интуитивном уровне все это делаю вот как мне кажется это будет хорошо для растения вот так я это все и делаю ну экспериментировать надо вот например я с компостным грунтом раньше не никаких опытов не проводила даже мне в голову не приходило а потом все-таки читаешь какие-то форумы да читаешь как смотришь как люди делите своим опытом и вот мне понравилось одна из форумчанок рассказывала что у нее даже дома специальная такая компостная яма есть и она эту землю готовит сама и у нее это ну такую значительную часть в составе грунта занимает компостная земля вот я пока не решаюсь на такие кардинальные перемены я себе взяла только одну часть из трех компостного вот ну надеюсь что моим беларкошкам это понравится и так вот все мои череночки переехали на новое место жительства у каждой появился горшочек свой теперь побольше и будет здесь хорошо я сниму аккуратно эту пленку застилала на столе чтобы не мусорить вот и уберу все это дело и покажу вам еще похвастаюсь пока нечем особо хвастаться ну просто покажу расскажу были неделю назад мы с мужем у его дяди в гостях он занимается розами у него три огромные просто теплицы и он выращивает розы на продажу вот и как такое небольшое хобби они с женой еще выращивают лимоны дома это такая красота ну не знаю мы уже у них несколько раз гостях были и я все время на эти лимоны засматривалась а это он просто уже показал там такие плоды висят большие вот они зеленые конечно еще но зреют и они все это снимают кушают то есть настоящие хорошие лимоны замечательным запахом вот и он мне дал три таких маленьких череночка рассказал как их посадить я их такие стаканчики из-под сока в Макдональдсе вот остались я их посадила сюда эти печки получились вот видите значит как он мне рассказал их сажать обязательно сделать косой срез и оставить несколько листиков на верхушке немного вот этого допустим я уже много оставила просто он такой молодой побег мне жалко было его обрывать полностью но с нижней листики я удаляла а вообще вот в идеале надо 3-4 листика оставить вот как здесь я вот оставила здесь 4 листика и такие самые крупные листики я обрезала пополам вот чтобы было меньше площадь испарения влаги потому что корней пока нету и листиков много такой черенок не выдержит вот здесь мне кажется уже epic fail почему-то остался всего лишь один листик все остальное облетело я это все выбросила вот но не знаю пока он еще не пожелтел так кардинально надежда есть вот и каждый день я их брызгаю их брызгаю сверху открываю потом закрываю проветриваю в общем играюсь мне что очень захотелось хотя бы черенок укоренился и то мне уже будет счастье очень хочется себе дома завести тоже такой красивый домашний лимончик и дедюра когда показывал нам свои эти лимоны просто показал насколько они ароматные просто взял листик из деревца да и порвал на мелкие кусочки его так вот потер в пальцах и дал просто вдохнуть этот аромат это что-то непередаваемое я не знаю я вот эти вот листики которые потом обрывала с этих череночков тоже точно так же порвала дома уже так-то растирала в пальцах вот и вместе с мужем нюхали этот запах просто потрясающий конечно пахнет как настоящий ну это и есть настоящие эфирные масла лимона вот жалко только что они конечно быстро испаряются и этот запах пропадает вот листики засыхают очень быстро но ничего в принципе если вырастет такое дерево то это постоянно будет такой аромат легкий в комнате и дедира еще говорил что они когда цветут тоже вот сами цветы очень здорово пахнут то есть такой вот легкий этот лимонный запах он еще и через цветы тоже будет исходить и радовать вот вот пока похвасталась тем что есть конечно до корней еще далеко я не уверена что они будут потому что у меня нет вообще никакущего опыта с цитрусовыми и если вдруг среди вас есть любители комнатных цитрусовых и вы умеете их растить и вы знаете как их черенковать и как правильно их не угробить в процессе вот напишите мне пожалуйста в комментариях я с вами посоветуюсь что и как дальше делать потому что ну я так как чувствую так и делаю поэтому может что-то и упустила не хотелось бы их закупить потому что он такие классные вот лимошки вот целую кучу вам всего наговорила за сегодня ну вот хотелось просто поделиться такой небольшой моей обновочкой цитрусовой белокошки мы с вами сегодня перевалили больше показать на сегодня мне нечего вот уже в следующем видео наверное я сделаю видео о фиалках а то я посмотрела что последние пять видео у меня вообще не о фиалках как-то давненько я не показывала вот что-нибудь с вами поделаем фиалочного обязательно вот на сегодня у меня все всего вам доброго и спасибо за просмотр спасибо вообще за то что вы такие комментарии замечательные пишите мне очень нравится их читать жутко приятно куча всяких таких комплиментов вот читаю прямо не верится что это мне это все пишет ну безумно приятно и я рада что вам мои видео полезные и вы используете то чем я делюсь из своего опыта на сегодня у меня все и до встречи в следующем видео всего вам самого-самого замечательного пока 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 не